Девушки отдыхают Моё, ёлки, палки, моталки, ёкарные бабаи и шаталки Короче, мы будем сегодня подрывать Но подрывать мы будем вот эти вот бочки с динамитом Потому что ядерная бомба стоит 26 тысяч серебряных У меня пока что таких денег нет Поэтому вот, бочки Мы их несколько возьмём, они доступны по 360 серебряных Так что почему и нет? А для того, чтобы вот эти вот прекрасные бочки взлетели в воздух Нам понадобится фитиль И вот электрические проводочки нам как раз подойдут Вот такие вот нам подойдут Конечно же понадобится детонатор Можно взять в виде рычага Либо в виде кнопки Я даже не знаю, наверное кнопочка нам подойдёт больше Проводки возьмём вот такие Сякие Можно ещё, конечно, взять Т-образные Но тестировать мы это всё будем на нашем зимнем полигоне Отличное место, чтобы не подорвать свой дом Что ж, приступим Сперва мы протестируем, как это всё дело взрывается Слишком мощно или не мощно И вообще, прошлый раз, когда я динамиты использовал Поштучно Это было не очень А тут целая бочка И должно быть прям Ух! Значит, теперь делаем фитиль Фитилёчек наш Желательно подальше от этой бочечки Потому что кто его знает Бережоного Бог бережёт, правильно? Так что Это уже слишком я, по-моему, закапываюсь Где там наш детонатор? Детонатор-то где? Чёрт подери Вот он Детонар Теперь его сюда тоже прикручиваем И сейчас будем подрывать Ну чё? Я очкую немножечко Подожди Надо чуть подальше Всё-таки там огромная куча динамита Мы сейчас сделаем вот что И всё И дальше вот пошло-пошло-пошло Снова прямая И мне сейчас, знаешь, что интересно Вот эти провода Они тоже подорвутся вместе с динамитом? Или они останутся? Потому что провода-то денег стоят Они дорогие Ну ладно Не такие уж они и дорогие Ну что Товарищ дед К подрыву готов Остаётся только нажать на детонатор Обратный отчёт, пожалуйста Три Два Один Пуск Ого Ты видал? Бочка Ха-ха-ха Круто Но мы потеряли Мы потеряли, короче, часть проводов Это вот всё, что от них осталось Но это даже хорошо, что металлолом какой-то есть Мы можем это продать И купить новые провода Это ладно Но я ещё заметил Когда бомба бомбанулась У неё душа улетела Чёрная такая душонка динамита Это забавно Это очень смешно было Хочу ещё одну бомбу подорвать Только это я сделаю, знаешь как Прямо перед собой Хочу посмотреть со мной что-нибудь случится или нет Какой-нибудь урон там мне нанесётся Или что-нибудь такое Мы прям даже вот этот проводок уберём Я встану Вплотную Три Два Один Пуск Снова душа бочки с динамитом улетела А я получил контузию В ушах звенело, но я выжил Да, выглядит это всё очень интересно Если тут дорисовать, то получится А что получится? Правильно, очки Очки получатся Забежал в гнобскую шахту Оказывается Я в прошлой серии здесь ничего не мог копать Потому что я не купил эту землю Её нужно всего лишь навсего купить А табличка сел была вот где спрятана Я её тупо не видел и не замечал Земля тут не такая уж и дешёвая Это самый высокий ценник Я предлагаю купить эти земли И теперь мы можем здесь копаться А копаться в гнобских шахтах мы будем при помощи Бура Т2 Я наконец-то накопил тысяча железа и 150 клотиума Всё это теперь здесь аккуратненько ставим И божли Сейчас мы посмотрим на эту красоту Давай, выливай Ох, какой он прекрасный Он, кстати, необычный такой Это не тот бур, который у нас был ранее Он похож почему-то на собаку Dynamics Boston Которые робота-собак делают Блин, это реально на робота-собаку похоже В сложенном состоянии Ну что ж Бур у нас есть Теперь пойдём копаться Держа бережно в руках нашего робокопателя Dynamic Boston Я прыгаю вместе с ним В эту жаркую бездну Ух Всё отлично, а мы тут Давай посмотрим, где мы можем тебя разместить Dynamic Boston Блин, а в смысле? Почему я не могу? Я же купил землю Почему я здесь не могу разместить? Я же могу теперь копать, где захочу За что я заплатил 7200? Это какое-то кидалово Верните мои бабки Бабосики Ё-моё, ну ладно, пойдём тогда там попробуем Мы же покупали Во-во-во, где-то здесь можно было, смотри Ага Вот тут можно копать Мы же здесь купили участок Значит, вот это не считается за участок Только вот эта часть, где вода есть Ну, допустим, допустим Я вот поставлю его здесь Как бы его придётся так только ставить Ага Ну ладно Я притащил сюда ещё трубу водонасосную Посмотрим Чё у нас тут получится выкопать Только надо развернуть наш бур То есть вот Вода капает, вода капает Теперь ставим здесь бур Вот Лампочка ещё-то не горит Наверное, надо нажать рычаг Рычаг Нажат, но нифига не происходит А чё это? Сфига ли это? Я ещё притащил кирку Может, подкопать надо тут ещё? А каких это таких Шишек, мартышек Я копать здесь не могу? Вы чё, совсем офигели? Я за что бабки-то платил? Я здесь даже копаться не могу А здесь? А на кой чёрт я тогда ещё и кирку купил? Чё за разводняк? Ещё и не копается нифига Погоди А вот это Может, я здесь могу поставить насос? А где-то тут воды же нету В лаву тоже не поставишь Обалдеть Меня просто развели Как лага на 7200 сейчас Я тут ничего не могу сделать Чё за гномские шахты? Меня гнома просто обдурили Которых здесь нет уже сто пятьсот лет Да ладно Я не верю своей башке Что здесь нельзя копать Да не работает ни Шиша Ну как это так-то? Как это? С чего это тут не работает? Насосы работают Вон, качают всё И этот рубильник Рубильник, блин Даже не подкопать Чтобы рубильник В изначально положение поставить Повыше я не могу поставить Здесь ни Чичу О, вот здесь вот можно Смотри-ка Короче, я так полагаю Что здесь будет работать Бур только третьего уровня Потому что мы находимся Очень глубоко И наша робо-собака Dynamic Bostons Тут работать не будет Она не подходящего уровня Уходит, что В зимнем биоме Ей самое место, наверное, будет Но прежде я протестирую Её дома Так что всё Едем домой Где здесь? Вот сюда скидываем Будем дома тестировать Я снова забежал В магазин электрики Как-то странно, да? Что в магазине электрики Продается ядерная бомба И динамит Ну ладно Мне это не важно Главное, что она тут есть Помимо взрывчатых веществ Я здесь хочу ещё прикупить Интересные штучки Например Логический гаечный ключ При помощи этой штуки Мы сможем автоматически Чинить свои трубы И не только вообще Так что мы её берём В неё нужно будет Только засыпать Гаечные ключи В этот вот кармашек Дальше Логический считыватель прочности Это нам понадобится Для того, чтобы понимать Насколько у нас поломались трубы И если задать логику Ко всему этому И привязать К автоматическим гаечным ключам То как только у нас труба Будет по прочности Меньше 10% Там допустим 90% израсходовано Наши гаечные ключи Автоматически начинает её чинить То есть всё это в логику упирается Логический контент читателя Тоже нам пригодится Так, он будет нам считывать Сейчас я тебе скажу Что он там будет считывать нам Жидкое содержимое котла Вот Мы сможем без весов Понять Сколько в котле У нас находится сейчас Сплавленного железа Или золота Это очень классная штука Логические весы Ещё одни Ещё одни Только работают Они по-разному То есть это Контент считывает А это Контент Почему контент Не знаю А это считывает Руду Которая поступает По конвейеру И он показывает Сумму Руды Которая пробежала Сейчас по конвейеру Вот Как бы Тоже можно протестировать Посмотрите Как это всё работает Это у нас Логический счётчик Считывает предметы Прошедшие через врата Ну это как вот эти вот Логические весы Только врата Я так полагаю Потом У нас есть Вот тут вот ещё Логические всякие штуки Которые нам помогут Настроить Вон те Механизмы Потом Вот это вот у нас Что Логический световой индикатор Пока нам это не нужно Дисплей Логический считыватель Отображает логику Проходящую через Подключённый кабель Давай возьмём Я думаю Что нам это пригодится Возьмём Потом Логическая лампа Наконец-то У нас в шахте Будет лампочка Йоху Это мы тоже берём Также тут есть ещё Логический магнит Не знаю Где его применить Пока что Логический разрушитель Логическая плавильня И логический компрессор Драгоценных камней В общем Всё это будет работать Не от воды А от электричества И главный вопрос Как это всё Будет работать Так как У меня нету Электричества У меня нет даже Аккумуляторов И тут они тоже Не продаются По проводам Что ли От солнца Как От небесной маны Всё это будет работать Большой вопрос Ну Вроде бы всё Собрал Теперь остаётся Это всё купить Тащим Сюда Тележка Пригодилась Классно 3832 3832 Обалдеть Возвращаясь На наш полигон Я решил Устроить Цепную реакцию Из динамитов Это будет Колоссальный Подрыв Остаётся Только грамотно Сейчас разместить Бочки И желательно Прямиком К земле Или можно даже Вкопать в землю Я думаю Что так будет работать В общем Расположил Всё вот таким Вот образом Остаётся Всё это дело Теперь подключить Подключить Грамотно Показать свои навыки Электрика Которые я приобрёл Путём самоучки Надеюсь Я не подорву К чёртовой матери Всю эту планету Пока я делал Эту цепную реакцию Я понял Что она не шиша Не будет цепной Поскольку Здесь нет логики Провода подключены Напрямую К динамиту А вот если бы Я там брал Логические аппараты Всякие Которые делают Задержку В одну секунду В две секунды В три секунды Которые нужно было Поставить перед каждой Бочкой И назначить Время подрыва Этой бочки То тогда бы Получилась цепная реакция А так Это сейчас Всё бомбанёт Разом Как только я нажму На кнопку Для меня это дошло Только сейчас К сожалению Но всё равно Это будет веселуха Заключительный элемент Детонатор В виде рубильника Ну вот И готово Наша Ядерно-коллайдеровая Динамическая Бомба Круто Да я завернул название Выглядит мощно Посмотрим Как бомбанёт До пуска Три секунды Три Два Один Пуск Эй Ого 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 Честно Я ожидал Немножко Более Как бы Массивного Взрыва Но тоже Неплохо Теперь мне Охот Посмотреть На ядерный Взрыв Буду копить Бабло На дворе Ночь Я вернулся Домой Будем Тестировать Новые Штучки Но сперва Надо поставить Бур Второго Уровня Посмотреть Работает ли он Вообще Может быть Он бракованный Так Но прежде 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 Лампочка Где здесь Лампочка Вот Мы же купили Лампочку Шахтерскую Нормальную Такую Блатную Теперь В топку Нам никакие Факела Не нужны У нас есть Электрические Лампочки Надо только Придумать Так А погоди У меня тут Все остановилось Надо сходить Починить Фильтр Надо теперь Придумать Куда эту Лампочку Шлепнуть По идее Где-нибудь Тут в серединке Было бы Неплохо Если бы Я ее Поставил Вот так Вот Да Было бы Неплохо Но Для того Чтобы ее Активировать Нам нужен Рубильник Или кнопка Я купил 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 Вот кнопочка Есть у меня Я ее купил Без нее Никак Чтобы ее Поставить Нам нужно Будет Прокапывать Где-то Траншейку Небольшую Либо Делать Дырку В нашем Подземном Потолке Но тогда Кнопка Будет Наверху И чтобы Включить Здесь свет Мне нужно Бежать Наверх Это не круто Поэтому Мы сейчас Разместим Пока что Временно Без проводов Как нибудь Вот так Вот так Вроде бы Неплохо Может быть Не давай так Все таки Оставим Хотел ее Развернуть Но пофиг Вот так Вот Здесь у нас Будет Выключатель И самое Интересное Будет ли Это все Работать Без Электричества Электричества Как бы И нет Здесь Аккумуляторов Тоже Нет Вот Кнопка Подсоединена Снимаю Шляпу Свою Вот И нажимаю Кнопочку Ооо Работает Как Это Работает На святом Воздухе На святом Духе Что ли Откуда Ты берешь Энергию С этой Маленькой Коробочки Выключатель Переключатель Вот Кстати Я А выключить Это я не могу Уже Прикинь Вот это Да Ась Я сниму Все Лампочка Теперь Работает Непонятно От чего Интересно Интересно Мне пожалуйста Ученых Сюда У меня Тут Походу Полтергейст Завелся Электрический Или как Это еще Описать Я не представляю Вообще Ладно Пускай Она светит У меня Так Это даже Хорошо Теперь Уже Давай Посмотрим Работает Ли Наш Бур В принципе Я подготовил Под него Здесь Местечко Вот так Вот мы его Сюда Вставляем Хобана Так Лампочка Горит Он Активировался И Ну Все Добывается Ништяк А по скорости Интересно Он быстрее Чем Обычно Или нет Давай я сейчас Их вырублю Потом Одновременно Включу Блин Нет Одновременно Не получается Что-то У меня Как-то Теперь Переходим К нашим Таким Замечательным Штучкам Которые Которые Нам должны Показывать Вес Расплавленной Руды Ух ты Ух ты А что ты Искришь А как Ток Появился У нас Ты представляешь А он опасен Если близко Подойти Пупком Коснуться Не Пупку Пофиг Моему Так Я полагаю Что Работать Это все Не будет Пока мы Не подключим Дисплей Например Вот этот Вот Хотя Это не дисплей Подожди Это что У нас Это у нас Логические Весы Другие А где У нас Дисплей Вот Вот Дисплей Чтобы это все Фурычило Нам нужен Проводок Подключаем Его И на него Вешаем Дисплей Дисплей Так Давай смотреть Что мы Видим Он показывает 5120 124 Уже Железо Давай проверим Вот на этих Весах Проверяем 5126 Нифига Нифига Круто Классная Штука Можно Теперь Такую Автоматизированную Линию Замутить У меня Масштабное Логическое Производство Может Получиться Обалденная Вещь Очень Классно Мне теперь Весы Нафиг Вот такие Не нужны Если я Поставлю Такие Допустим Давай посмотрим Теперь Вот на эти Весы Они 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 Работают От конвейера То есть Мне надо Где-то Разместить Вот Вот так Вверху Разместить То есть Сверху Он будет показывать Смотри Считает Считает Количество Руды Вес Руды Он считает Вес Руды По-моему Мне нужен Кусочек Около Вот он там Едет Вот этот Кусочек Смотри 101 У нас Тут Я его Кидаю Сюда Он Он Выезжает Нет Эй Че там Застрял Ладно 101 У нас Тут 107 Вот так Провожу 109 Еще Провожу Давай 110 112 Он Короче Вес Видимо Показывает Нам Ага Этот Короче Весит 1.6 Поэтому Он Округляет До 2 Правильно Я понимаю 115 117 Да Он До 2 Округляет Эти Весы Показывают Сумму Веса Всей Руды Которая Пройдет Под Вот Этой Пушкой Ну Вот Здесь Вроде Бы Разобрались Давай Ка Вот Этот Дисплей Забираем Пойдем Еще Проверим Наши Автоматические Гаечные Ключи Вот Они Наши Гаечные Ключи Во первых Нужно Поставить Там Где у нас Фильтра Уже Сдохли 13 Вот Этот Фильтр Почти Сдох 60 71 Вот Значит Мы Его Поставим Чуть Выше Где-то Где-то Как-то Типа Как-то Этот Фильтр Вот В чем Неудобность Размещать Фильтра На Одной Трубе Давай-ка Мы Переместим Значит Фильтр Наш Вот Этот Который Почти Поломан Вот Сюда И Также Гаечные Ключи Автоматические Сюда Теперь Он Направлен На Вот Этот Фильтр И Должен Его Чинить Но Чтобы Он Чинил Нужны Гаечные Ключи Погнали За Ними Теперь Давай Запихивать Как-то Сюда О Закинулся И этот Сейчас Тоже Закинем Вот Два И Теперь Нужно Как-то Заставить Эту Штуку Работать Чтобы Она Работала Нам Нужна Прочность Понимание Прочности А Эта Штука Как раз За Прочность И Отвечает Ставим Ее Сюда Электричество Опять Убегает Так Если Электричество Убегает Значит Сюда Нужно Дисплей Подключить Дисплей Чик Ты Где Дисплей Чик Сюда Вот Все Работает Эта Штука Показывает Прочность Фильтра Давай Проверим Смотрим 77 77 Все Четко Но Чтобы Все Это Работало Нам Нужно Придумать Логику То есть Если Прочность Фильтра Упадет Ниже 10 Включается Автоматическая Чинилка И Чинит Его Но Тогда Нам Нужно Сделать Вот Что Смотри Вот Эту Вещь Развернуть Вот Таким Вот Образом Вот Потому Что Прочность Считывается Этого Фильтра И Чинить Мы Должны Этот Фильтр Но Так Как У нас Нет Сейчас Логических Штук Мы Их Не Купили Попросту Мы Попробуем Починить Это Своими Силами Ну Хотя Как Своими Силами Я Сейчас Просто Сюда Шлепну Кнопку И Если Я Ее Нажму То Это Все Дело Должно Починиться Еще Раз Берем Лупу Смотрим 11 Прочность Я Нажимаю На Кнопку Опа Кажись Починилась Глядим Все Работает В Общем Теперь Нам Остается Докупить Логические Всякие Примочки И Все Это Как То Зациклить Залогичить Залогичничить Я В общем Создать Логическую Цепочку Чтобы Все Это Фурычило Своего Рода Создать Мозги Для Своих Аппаратов А Это Капец Как Сложно По крайней Мере Пока Что Я В этом Еще Не Разобрался Для Меня Это Дико Сложно А потом Будет Легко Так Что Если Тебе Понравилось И Ты Хочешь Увидеть Дальше Прохождение Этой И Что Вообще Мы Намутим То С Тебя Лайк И Подписочка А На Сегодня Это Все Спасибо Что Смотрел Увидимся В Новом Ролике Так Что До Встречи Дальше 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 Дальше